Всем привет дорогие друзья и как вы уже наверняка в курсе, на днях Хейдис совершенно внезапно вышел в релиз. Я как человек, сделавший по этой игре кучу контента и трогавший закрытую бету, не мог не пройти мимо. И посему, даже несмотря на то, что уже давно разочаровался в их подходе к геймплею, ближайшие два дня в нашем дискорде тупо гриндил тру концовку и открывал весь новый контент. Сразу предупреждаю, в этом видео будет куча спойлеров, причем спойлеров эндгейм контента, так что если вы только-только приобрели игру или задумаетесь над ее покупкой, лучше посмотрите мой обзор самой игры или гайд для начинающих, а это видео закройте до лучших времен. Ну а теперь давайте обсудим, что ввели в игру. Первое и самое главное, игра наконец-то обзавелась концовкой. С функциональной точки зрения ничего нового она не вносит. Нет, Загрей не взбирается на Олимп, Аид все еще последний босс и забеги остаются как обычно. Но зато теперь есть логическое продолжение и завершение истории. Загрей покидает царство Аида и находит свою мать. Но, как оказалось, Загрей не может долго находиться на поверхности и, прежде чем умереть от истощения, успевает лишь перекинуться с ней парочкой фраз. После чего, снова очутившись дома, снова бежит навстречу с матерью и так до тех пор, пока она не решится вернуться обратно. Продолжение следует... И даже после всего этого времени, Олимпус никогда не обнаружил, что происходило там, в Олимпусе. После всего этого времени, это было только несколько дней, но это было хорошо. Мать и папа вернулись вместе, сделали несколько новых друзей, получили этот вкусный пейтинг. Здесь, несомненно, лучше раскрываются отношения между Аидом, Загреем, Персифоной и Олимпийцами. Супержайн снова показали отличные навыки в подаче нарратива и доработали основных персонажей. Получилась эдакая семейная драма и всё в этом духе. Однако, необходимость 10 раз пройти игру, чтобы продвинуться в сюжете, меня слегка напрягла. Понятное дело, что для нового игрока это вполне окей, да и 10 прохождений для рогалика это цифра ни о чём. Плюс, как-то нужно было связать весь таймлайн и обосновать цикличность забегов. Но в то же время, получать копеечку инфы за каждый получасовой забег, мне казалось диким растягиванием резины. И тут дело даже не в том, что я уже прошёл игру 100 раз и мне это надоело, а в том, что до этого этапа игрок дойдёт тогда, когда уже сможет дойти до ластбосса, а эта цифра сильно больше 10 и такой исход может весьма разочаровать. Забавно также и то, что после получения концовки, игра по сути возвращается в период раннего доступа. Ведь Персифона теперь внизу, значит идти в конце Загрею некуда, так что в игру возвращаются старые байки про гриб, грабли, ядовитых змей и прочее. В общем, всё, что было в раннем доступе. Ну, слабый, значит. Кончина. 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 Но, что меня здесь порадовало, так это то, что на этом игра не заканчивается. Дальше идёт фаза эпилога. Да, мы видим титры, да, вся семья в сборе и вроде даже хэппи-энд, но персонажи продолжают выдавать новые реплики. Хаос заметит изменения в подземном царстве, Ахиллес поздравит с успехом, а Аид, пытаясь обосновать возможность дальше играть в игру, скажет, мол, вылазки за Грея помогли найти брешь в нашей обороне, так что теперь ты можешь делать то же самое только с официальным титулом. И вот ты теперь, можно сказать, надсмотрщик его владений. На что, кстати, также отреагируют все персонажи. Ну и затем идёт уже полная развязка истории, о которой я упоминать не буду. Посмотрите сами. Вот что мне нравится с этой завершённой историей, с полной сюжетной картиной, я теперь могу оценить качество всех персонажей, квестов и прочего. И здесь мне очень нравится, как практически все элементы геймплея тесно связаны с сюжетом и персонажами. Взять, например, второго босса. Это у нас скелет лернейской гидры. Загрей периодически пытается с ней говорить, хоть это и бесполезно, но через какое-то время он придумывает ей кличку. Лерни. И сам босс после этого переименуется в Лерни, скелет гидры. Казалось бы, мелкая деталь, но даже босс переименовался, согласитесь, здорово. Или вот, например, спутники. Они при активации помогают Загрею, но делать это могут, разумеется, не везде. Например, Мегера по очевидной причине не будет помогать тебе в бою с фуриями. Также её Эйтанатоса нельзя призвать в бою с Аидом, поскольку они находятся в его подчинении. А дальше происходит неожиданный момент. После возвращения Персифоны, Аид разрешает использовать в бою с ним все возможные средства. И с этого момента ты можешь юзать и спутников. Ну и ещё один пример переплетения сюжета с геймплеем, о котором я уже говорил не раз, это диалоги. Теперь, например, после сюжетки с Персифоной можно усложнить босса Аида. И в первый раз, когда ты это сделаешь, будет диалог, мол, даже идя на чрезвычайные меры, мои прислужники не могут тебя остановить, значит, пришёл мой черёд. Ну и вообще с ним занятно видеть череду диалогов, которые меняются в зависимости от исхода прошлой встречи. Эти вода кишатричными обитателями Посейдона, этот, кажется, насмехается на то мной. Чисто пузырик такой, знаешь, в воде. Тебе предлагаешь отправиться на рыбалку. Слушай, иногда думаю о том, что хейтится на самом деле какой-то ситком. Ха-ха-ха-ха. Ненужную пассивку, да притом 4 раза подряд. Так что шмотка сильная, но тут как повезёт. Но, если вы думаете, что это последний тринкет в игре, то вы глубоко ошибаетесь. В игре теперь есть ещё один, причём он не отображается в списке как неоткрытый. Для его получения после возвращения Персифоны нужно всего лишь подарить пару нектаров Аиду. Да-да, тот самый батин тринкет. Он выдаёт вам ультимейт, который делает вас невидимым на короткое время. Атака с инвиза по традиции наносит дополнительный урон, а на полной зарядке инвиз и вовсе не прерывается. И да, важный момент, во время инвиза по вам не проходят атаки. По сути, у нас уже есть несколько ультов на неуязвимость, а именно Афина, Посейдон, Нарес. Этот ультимейт из той же оперы, и честно говоря, на фоне Афины он длится меньше и не даёт отражения. Но зато тринкет также даёт частичное заполнение шкалы в начале боя, и вкупе с другими бонусами на заполнение шкалы, юзать его можно очень часто. В целом, как аварийная кнопка или же просто способ быстро добежать до врага вдалеке, предмет отличный. Забавно, что при использовании этой тринкет в бою с самим Аидом, будут довольно высокоинтеллектуальные диалоги. А вот что меня не порадовало, так этот дикий гринд. Помните, я говорил об обилии бесполезных ресурсов, которые просто копятся и не выполняют никакой функции? Так вот. Апгрейд за 10 крови? За 15 амброзий? Чего, блять? Ст... Они добавили рамки. Ебучие рамки за огромные цены, которые просто слегка меняют интерфейс. Но и это еще не все. Через какое-то время в игре появился еще один непись, который взамен на такое же большое количество ресурсов выдает прокачиваемую эмблему. Эмблема, как подчеркивают разработчики, является таким же чисто косметическим предметом, но аналогичным образом требует кучу ресурсов. Разумеется, сейчас в комментах вылезет с десяток человек, которые будут говорить, мол, все это необязательно и я опять докопался, но я ни в одном рогалике не видел настолько дырявой экономики. Просто ни в одном. И то, как нелепо разрабы закрывают это кучей бесполезных штук за баснословные цены, выглядит откровенно лениво. В игру также завезли усложненную версию Аида, то есть четвертый пункт усложнения «Чрезвычайные меры». Изначально он закрыт и открывается у подрядчика через пару успешных забегов после возвращения Персифоны. В усложненной версии у Аида появится пара дополнительных атак и целая третья фаза. С эстетической точки зрения этот бой теперь ощущается таким, каким он и должен был быть изначально. Энергичный, напряженный, больше движения, меньше моментов во ФК, все это сопровождается охренительной музыкой, в этом плане прям балдеж. В то же время, не умеющие в боевку разработчики в очередной раз перегнули палку в попытках сделать челленджовый босс-файт. С милишным оружием этот босс просто фестиваль рандома. У атак практически нет предварительной анимации, а почти все его комбо заканчиваются круговыми атаками на треть экрана. Плюс все, чем этого босса усложняли, лишь проявило проблемы этого босс-файта. Вот здесь, например, прямо за боссом ровно в моментные атаки заспавнилась ваза, которую ну вообще не отличить от его анимации и лечения. Особенно в пылу битвы, когда все пердит вокруг и взрывается. А теперь представьте, что у вас в пакте включен конченый дебаф на 4-х кратный урон от ловушек. Полный пиздец. А вот здесь, например, моему товарищу буквально за пару кадров из темноты прилетело копье. Мало того, что на эту атаку физически невозможно было среагировать, так она еще и прилетела как будто из-за камня, откуда ты точно ее не ожидаешь. Таких моментов в этом файте, да и вообще в игре, ну слишком уж много, и на разбор всех косяков боевки можно отвести хоть целый видос. Забавно, что даже человек, который прошел без урона десятки, если не сотни игр, просто отказался от прохождения этого босса и в своем видео написал ровно то же самое, о чем подумал и я. Тем не менее, как я уже говорил в своем обзоре, из-за особенностей боевки, какие бы атаки тут не добавляли, хоть на весь экран тут круги рисуй, это не имеет никакого значения. И бой остается таким же казуальным закликиванием. Какая разница, какие у босса атаки, если есть щит с имбалансным блокированием, тонна даров на резисты, уклонения, неуязвимости. Молчу уж про то, что у игрока есть сломанный тэш. Ну а выкручивать 32 черепа с канцерными цифрами урона, скорости и других усложнений нет никакой вообще мотивации. Это просто превратится в духоту, не имеющую никакого смысла. Увы и ах. Ну и последнее, о чем стоит упомянуть в этом видео, это последний четвертый аспект в игре. Аспект Гильгамеша на перчатке. О нем я уже поговорил в своем видео про четвертые аспекты, так что если хотите о нем узнать, милости прошу, переходите по ссылке в описании. А так, на этом, пожалуй, все. В целом, релиз оказался ровно таким, каким я его и ожидал. Разработчики еще сильнее подчеркнули сильные стороны своего проекта, однако, перечисленные в моем обзоре проблемы, как я и говорил, вообще никоим образом не трогали. А ситуацию с ресурсами и вовсе усугубили, введя в игру просто тонны гринда. Так что, если вас это никоим образом не смущает, можете смело брать эту игру. Ну а если вы в поисках честного и интересного челленджа, то Хейдис явно не ваш выбор. Спасибо за просмотр, и если видео вам понравилось, буду рад вашей подписке на канал. Это очень важно для моего развития. Также вы можете поддержать канал спонсорской подпиской. Спонсоры второго тира, кстати, получают ранний доступ к новым роликам. На этом все, и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!